Девушки отдыхают Здравствуйте, девочки и мальчики! Наш урок я решила начать с небольшой проверки на сообразительность. Вы готовы? Готовы! Тогда скажите мне, что это за буква? Это проверка для незнаек. А мы-то знаем, что это буква М. А какой звук она обозначает? М? Он согласный. Верно. А теперь смотрим на эти слова. С какого звука они начинаются? С того же самого. А если подумать? Мышка. Мишка. Мишка, ми, ми. Нет, в слове «мишка» звук немножко другой. Какой? Он как бы помягче. Ми. Верно, Шуня. М становится мягким. А посмотрите теперь на эту картинку. Вол по лесу мишку вел и ударился о ствол. Что это за слова? Вол и вёл. А есть ли в этих словах разница? Ну, конечно, есть. В одном слове гласное О, а в другом Ё. А какой звук в этих словах обозначен буквой В? Один и тот же или разные? В-вё. В-ви. В-ви. Конечно, разные. В слове «вол» В твёрдый, а в слове «вёл» мягкий. Молодцы. Теперь вы видите, что согласные звуки бывают твёрдыми и мягкими. Точно. В-в-м-ми. Н-не-д-ди. Смешно. Звуки как пирожки. Они тоже бывают и твёрдыми, и мягкими. Раз Зубок вспомнил про пирожки, то давайте с их помощью поучимся различать твёрдые и мягкие согласные. Учимся русскому языку на пирожках. Вот перед нами две корзины. В одну надо сложить пирожки вчерашние, твёрдые, а в другую мягкие. Ваша задача – правильно их разложить. Но помните, в твёрдых пирожках начинка начинается с твёрдого согласного звука. А в мягких пирожках… С мягкого. Верно. Итак, пирожок с мясом. Слово «мясо» начинается с мягкого звука «м». Значит, этот пирожок мягкий. Кладем его в правую корзину. Пирожок с рыбой. Р Р Рыба. Звук Р Р твёрдый. Этот пирожок в левую корзину. Пирожок с рисом. В рисе буква «Р» обозначает мягкий звук «Р». Его в правую корзину. А пирожок с сыром. Сыр начинается с твёрдого «С». Его отправляем в левую корзину. Пирожок с вишней. Первый звук «В». Мягкий. Его в правую. Молодцы! Как интересно. Согласная буква «одна», а может обозначать и твёрдый звук, и мягкий. Р Р Ри В Ви. С С З З З. И таких пар наберётся много. А как вы думаете, почему твёрдый согласный вдруг становится мягким? Что его смягчает? Ну, конечно, начинка в пирожках. Не начинка, Зубок, а гласный, который идёт за ним. Перед «И» согласный смягчается. Вишня, рис. А перед «И» остаётся твёрдыми. Сыр, рыба. Ой! А помните, на прошлом уроке мы говорили про гласные, которые похожи, как сёстры? Точно. Сестрички А, Я, И, И. У, Ю, Э, Е, О, Ё. А почему это вы вдруг про них вспомнили? Да потому что они смягчают согласные. Или наоборот, не смягчают. Например, в слове «рыба». Р Р твёрдая, потому что за ней идёт И, строгая гласная. А её сестричка И, мягкая, добрая. Поэтому в слове «рис» Р сразу становится мягкой Р. Или взять слово «масло». А строгая. Перед ней любая согласна, будь твёрдой. А в слове «мясо» М сразу смягчилась перед Я. Потому что я весёлая. Вон как подскакивает. Я, я. И добрая. Нет, А тоже добрая. Только она серьёзная. Потому что старшая. Верно, друзья мои, вы просто молодцы. Всё дело в гласной, которая идёт после согласной. Перед старшими строгими сестричками А, О, У, И, Э. Согласные так и остаются твёрдыми. А младшие сестрички такие ласковые и добрые. Е, И, Ю, Я, Ё. Что перед ними любой согласный становится мягче. Молодцы. А скажите-ка, что ещё кроме этих добрых гласных может смягчить твёрдый согласный? Я знаю, что мягкий знак. А пример? Мел. Мель. Хор. Хорь. Хе. Конь. Конь. Умнички. Станут мягкими согласные. Перед Е. Ё. Я. Ю. И. Превратится мышка в мишку. Злая рысь. Варёный рис. Не изменятся согласные. Перед Э, О, А, И, У. Под одной согласной спрячутся твёрдый звук и мягкий звук. Ну а нам пришла пора прощаться. До новых встреч на уроках русского языка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»